Жители микрорайона Южный в Твери бьют тревогу. Территорию рядом с их домами захватывает борщевик. Там, где раньше можно было гулять с детьми или выгуливать домашних животных, теперь растет опасное для человека растение. Раньше хоть поленка была, нормально можно было выйти за дом погулять, а сейчас ничего не выйти. Это с детьми не погулять. Да так же с собаками стали теперь во дворе гулять вместе с ним за домом. Это, во-первых, некрасиво, и потом он может осеменяется, летят семена по всему городу, будет вырастать это безобразие. Дети гуляют из окрестных домов, могут залезть, обжечься. Пускай они даже не круглые, там год сжется. Действительно, борщевик опасен именно в теплое время года, когда под воздействием солнечных лучей его листья вырабатывают вещества фурокумарины, которые могут вызвать на коже химический ожог второй степени. Это влечет за собой не только болезненные ощущения, но и неприятного вида волдыри. Специалисты заявляют, больше всего от борщевика страдают люди со светлой кожей. Возникают пузыри. Такие больные приходят, как правило, к нам. То есть мы их лечим, делаем перевязки и все последующие действия. Настоящим бичом для человека борщевик стал после того, как его решили культивировать и использовать в качестве корма для сельскохозяйственных животных. Для этого вывели борщевик сосновского. Но задумка себя не оправдала. У молока, которое давали коровы, появилась неприятная горечь. От кормления животных борщевиком отказались, но избавиться от вредного растения уже не получилось. Оно начало быстро дичать и захватывать новые территории. Очень неприхотливое. Оно может расти на любой почве, при любой влажности. И поэтому на сухих местах он растет. И потом, обладая такой энергией роста, он действительно вытесняет все остальное. Ну и человек не научился его использовать. В Твери, судя по всему, растения не только не научились использовать, но и противостоять ему не готовы. Борщевик распространился в городе повсеместно. Наибольшее неудобство от него испытывают жители микрорайона Южный, где территория, которую захватило ядовитое растение, настолько большая, что справиться с борщевиком своими силами горожане не смогут. Отдельные попытки скашивать растения ни к чему не приводят. Семена в зонтиках борщевика уже созрели. Это значит, что каждый порыв ветра помогает борщевику распространиться дальше. Местных жителей борщевик пугает не только листьями, вызывающими ожоги, но и своими размерами. Как вы видите, отдельные растения куда выше среднестатистического человека. Бороться с борщевиком нужно начинать уже сейчас. Чтобы освободить захваченную растением территорию, а самое главное – предотвратить дальнейшее продвижение борщевика, существует ряд нехитрых, но эффективных мер. В частности, тверские биологи рекомендуют срубить стебли растения, а затем накрыть их сеткой, дабы препятствовать распространению семени. После того, как борщевик подсохнет, его необходимо сжечь. Заниматься этим должны специалисты, которых пока в микрорайоне Южном не видно. Возможно, ситуацию поможет исправить петиция «Избавьте город Тверь от борщевика». Ее автор – жительница Твери Кристина Сплошнова. Девушка признается, что создать петицию она решила после многочисленных жалоб, на которые Кристина натыкалась в социальных сетях. За сутки электронный документ подписали почти 500 человек. Изначально я даже не надеялась на то, что она такой размах получит. Но люди обратили внимание, действительно, во многих группах уже начали публиковаться. Многие люди оставляют комментарии, так что мне кажется, что это все дело мимо не пройдет. Справедливости ради, проблема распространения борщевика сосновского актуальна не только для Тверской области и России, но и для европейских стран. Однако зарубежный опыт показывает, что справиться с растением возможно. В Германии, Чехии и ради скандинавских стран вопрос удалось решить за счет правительственных и общественных программ. В Тверской области пока есть все предпосылки к тому, что борщевик сосновского останется вскоре единственным представителем флоры. Никита Васильев, Виталий Осипов, телеканал «Пилот».